Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Крупской состоялось открытие выставки архивных документов. Героями полей славился Донбасс, посвященная Дню работника сельского хозяйства. Выставка экспонатов организована благодаря Государственному архиву Донецкой народной республики, Старобешевскому мемориальному музею дважды герой социалистического труда Просковьи Ангелиной. Данные материалы напоминают нам, жителям Донбасса, о том, что наш край славится не только шахтами и заводами. Донецк всегда ассоциирует, как и Донбасс в целом, как угольный регион, как металлургический регион, но в то же самое время работники сельского хозяйства показывали величайшие трудовые достижения, были всегда передовыми во всем Советском Союзе, в том числе Просковья Ангелина. Сегодня на фотовыставке есть тому доказательства. Нам необходимо помнить наши достижения, но что будущее будет зависеть от того, какими результатами мы сегодня будем гордиться. В экспозиции выставки были представлены архивные документы и фотоальбомы, в которых отражено проведение областной сельскохозяйственной выставки в 50-е годы прошлого столетия, а также списки передовиков сельского хозяйства, публикации в периодической печати о сельских тружениках, документальные материалы, такие как грамоты, удостоверение, переписка и фотографии из личного фонда «Дважды героя социалистического труда Просковьи Ангелиной». Мы хотим сегодняшней выставкой развеять тот миф, что Донбасс всегда называли кочегаркой Советского Союза и что тут было только уголь и металл. Но наша выставка, наши документы сегодняшние, особенно за 50-е послевоенные годы, подтверждают то, что среди жителей Донецка было очень много людей труда, которые прославляли нашу страну в прошлом, советскую, не только на ниве угля и металла, а и на сельскохозяйственной ниве. Много документов, которые рассказывают о грандиозных областных сельскохозяйственных выставках города Сталина. Эти выставки после войны проходили ежегодно. Сначала проводились районные выставки, потом большая общая областная выставка, в которой участвовала каждый год почти две тысячи передовиков сельского хозяйства. В наше время история повторяется. На нашей земле война еще не окончена. Тем не менее, сельское хозяйство в нашей республике развивается и с каждым годом выходит на все более высокий уровень. Сергей Михайлов, Елена Чистякова. Специально для Новороссия ТВ.